Алекс Орлов. Острова. Текст читает Ивашкевич Светлана. Один. В этот раз все прошло как обычно. Стандартные улыбки, стандартная фраза, стандартная такса. Кажется, ее звали Твинни или Энни, у Лангверды их имена давно путались в голове. По счастью, запоминать их не было нужды. Помнить имена шлюх не обязательно. К тому же все они были профессионально фальшивые, словно не настоящие. Ты сегодня особенно хорош, красавчик? Это потому, крошка, что ты сама просто клубника со сливками. Ахаха. И убежала в ванную. Лангверт посмотрел на часы. На сегодня у него еще оставалась запланированная встреча с источником. Тот не был завербован. Скорее просто болтун. Но болтун что надо. Он работал в государственном агентстве перевозок и ведал учетом топлива. Только и всего. Но благодаря его бухгалтерскому старанию, Лангверт точно знал, какой корабль, какой флот, какое соединение собирается отправиться на короткую учебную войну. Или же готовит долгий переход. Скажем, недель на 10. 10 недель. Это был тот самый критический срок, за который боевые корабли могли достичь кольца туманов, за которым начинались пригороды-метрополии. И хотя тянулись эти пригороды на триллионы километров, захват хотя бы нескольких передовых баз кольца туманов мог значительно сузить возможности метрополии к расширению. Девушка ушла из душа, вильнув розовым задом. И что в этом находят местные самцы? И если бы не служба, Лангверт никогда бы этим не занимался. Да еще дважды в неделю. Да еще в таком захолустном отеле. Но выбирать не приходилось. Таковы были условия его легенды. Некий человек исчез, а на его место пришел классифицированный на раздул, который теперь следовал буквам чужого досье. Пунктуален, любит сидер, помешан на шлюхах с большой задницей. И будь добр, соответствуй. «Прощай, сладенький!» пропела она, смахивая в сумочку, оставленную на столе ассигнация. «Пока, детка, хороших тебе снов!» Хлопнула дверь, и он остался в номере один. Теперь его очередь идти в ванную и следовало поторопиться. Ведь этот бухгалтер не уравновешен. В прошлый раз он требовал политического убежища. Где и от кого? Лангверт встал под душу и включил самую горячую воду, от которой стала коробиться пластиковая занавеска. Ресторан «Ла Коста», столик номер два. Обед на две персоны к 20.45. Вроде ничего не забыл. Через 10 минут он уже выходил в холл с потертыми гординами и засаленными коврами, которые следовало выбросить еще 10 лет назад. Всего хорошего господин Чен поклонился из-за стойки портье. «Пока, метель, до четверга», ответил Лангверт и небрежно бросил на стойку, скрученную в трубку 10 ливров. Здесь его знали под именем Чен. Здесь его любили за чаевые, и это его устраивало. Официанты, портье, горничные были его прикрытием, и на любом допросе сразу бы рассказали, что каждую неделю он вводит в номера шлюх. А это Лангверту и было нужно не сейчас и не завтра, но, возможно, когда-нибудь. 2. Фан Гифер опоздал на 15 минут Впрочем, Лангверта это не удивило и не огорчило. Люди вообще были непунктуальны, а уж такие, как Фан Гифер, и вовсе вываливались из любой коллекции. 42 года, неженат, помешан на порнографии и экспериментальном кино, любит ходить на манифестации и уверен, что премьер-министр лично виноват в его собственных проблемах. Да, у него энурез, и ради этого стоит ходить на манифестации, чтобы не говорили об этом соседи. «О, Мишелинг!» — воскликнул информатор, замечая Лангверта. «Как я рад тебя видеть!» «И я тоже рад, полиморфус!» Не менее радушно отозвался Лангверт, поднимаясь из-за стола и пожимая мокрую ладонь бухгалтера. «Чем мы сегодня обожремся?» — уточнил Фан Гифер, с трудом втискиваясь в ресторанное кресло. Помимо множества своих фобий, он олилеил свое обжорство. «Он обожал есть всегда, везде и все!» «Сегодня вы обожретесь свинными ребрышками!» — в тон ему ответил Лангверт. И они заржали, привлекая внимание других посетителей. «Мишелинг, я тебя так обожаю, что просто нет слов! Ты друг! Ты настоящий друг с большой буквы!» «Спасибо, Полиморфус!» «Играя в скромность», — ответил Лангверт. Это дурацкое имя «Мишелинг» он придумал для того, чтобы фан Гиферу было приятнее с ним общаться. Лангверт фон Бранденбург, Алонсо де Ривира, все подобные звуки подавляли человека, пугали его и делали заранее недоступным для общения. А имена Франтишек, Штимик или Мишелинг вызывали у людей только улыбку, поскольку так могли звать несмышленого глупыша, дворового придурка или производителя резиновых изделий, а значит, никакой агрессии. «Мишелинг, я тебя обожаю за то, что ты друг не с одной большой буквы, а даже с двух больших букв». Подошел официант и этим помог Лангверту снять приступ тошноты. «Итак, господа, тот же заказ или желаете что-то обновить? Что за козел? Мы ведь все с ним обговорили. Он даже чаевые вперед взял. Мысленно вознегодовал Лангверт и незаметно ударил официанта каблуком по ноге, после чего тот немедленно убрался. «Какие хорошие здесь официанты!» громче, чем следовало, произнес Фан Гифер. «Чувствуется выучка и обаяние, врожденное обаяние. Замечательные ребята», согласился Лангверт. «Они проходят отбор, чтобы выйти на публику, ведь тут полно всяких известных людей, тонких натур. Правда?» Воскликнул Фан Гифер и... и завертелся словно на плите. «Но я никого не узнаю. Они все в париках». «В париках?» «Да, в париках, в накладных масках с носами и в гольфах». «Но почему в гольфах?» «Чтобы их не узнали по родинкам, на голени». «А-а-а!» протянул Фан Гифер и, взяв с тарелочки хлеб, принялся его жевать. Снова появился официант и принес свиные ребрышки, недоеденные на корпоративной вечеринки три дня назад. Лангверто догадался об их происхождении, но цена оправдывала все. Гостю же было все равно, и он сразу накинулся на угощение. «Ммм, ооо, это лучше, чем седло барашка», сообщил он, давясь мясом и пачкаясь свиным жиром. «Как на работе?» «На работе все по-прежнему. Меня не понимают, моих указаний не выполняют, мои идеи не продвигают. Общество слепых, так их розеток. Расскажи мне, я попытаюсь разобраться», попросил Лангверт. Заранее готовясь отключить слух на ближайшие полчаса, именно столько его информатор обычно изливал свои обиды. Потом он уставал, Лангверт понимал это по выражению глаз, и тогда можно было выуживать из него конкретную информацию. «Это Клара, ты понимаешь? Я говорил тебе про нее». «О да, у нее ужасная прическа». «Да, точно, но сиськи, Мишеллинг, ты не видел сисьек больше, чем у нее, уверяю тебя. Ты же говорил, что она холодная старая дева, и что она тебе неинтересна», напомнил Лангверт, делая вид, что обгладывает ребрышки. Говорил, и был в этом искренен, но я ошибался. Я посматривал за ней в ванной у нас в спортивном комплексе. «О, Мишеллинг, это было еще то шоу». Лангверт уже знал, что в этом месте мог безболезненно отключиться и лишь извинка гримасничать, то ли улыбаясь, то ли морщись от зубной боли, что вполне сходило за сопереживание, а фан Гифер это ценил. В зале прибыло народу. Какой-то праздник в дальнем углу, три сдвинутых стола, эффектная блондинка, мужчина с животом и тряблыми щеками. Остальных было не разобрать, они ничем не выделялись. А еще два дуэта. Один, пожилые, лет по 60, седые, взаимно вежливые, все блюда на пару, соблюдают диету. Другая пара была их полной противоположностью. Им по 30, она в красном платье и сигаретой, он в шелковой рубашке и кожаном пиджаке, нос сизый от кокаина. Друг на друга не смотрят, официантам отвечают не в попад, как будто отбывают номер. Уроды! Совсем по-человечески подумал Лангверт и заметил, что его информатор как будто о чем-то его спрашивает. Что ты сказал? Ты меня не слушаешь, Мишелинк? Извини, приятель, я слишком погрузился в твой мир. Это Анджела в душе и Буринам с его разлитым чаем. Я как будто снимал собственный фильм, честное слово. Вот же какой ты удивительный человек, Мишелинк. Как тонко ты чувствуешь искусство. Искусство? Да брось, это только фантазии. Пустые фантазии. Так вот, слушай, что было дальше. И Фан Гефер снова пустился в пространное описание того, как его не поняли, не распознали, украли из шкафа сахар и оборвали вешалку на пальто. Лангверт кивал, посматривал в зал и отмечая появление новой публики, раскрасневшейся от алкоголя лица и кое-где даже напряжение. Не все здесь были рады друг другу. Вот такие вот у нас дела, подвел итог Фан Гефер и снова принялся за ребрышки. Лангверт тоже вернулся к реальности, поскольку вот такие вот у нас дела было ключевой фразой, и он уже знал, что после нее будет плотный перекус, а потом информация по делу. Три. Между тем, напряжение за столом, которое находилось через две компании от Лангверта, постепенно нарастало. Ситуация была безвыходной. Двое мужчин под 40 и миловидная женщина лет 30.